Здравствуйте! В эфире «Православная энциклопедия». Мы продолжаем серию программ о чудотворении Христа, описанных в Евангелии. И сегодня поговорим о чудесном насыщении множества людей. Наш гость – протеерей Павел Великанов. Посмотрим сюжет. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все и насытились. И набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Здравствуйте, отец Павел. Добрый день. В Евангелиях по-разному описываются чудеса Христовы. Где-то одно Евангелие описывает какое-то конкретное чудо. В некоторых Евангелиях упоминается об одном и том же явлении. Но вот насыщение питью хлебами и двумя рыбами описывают все четыре Евангелиста. И это повествование похоже и даже с разными подробностями дает нам очень большую такую интересную картину вот этого чуда. Да, не просто интересную картину, но картину где-то даже страшноватую. Потому что ведь спасителю пришлось в прямом смысле оттуда сбежать. После того, как все это произошло. То есть, оказывается, это именно то самое чудо, которое столь сильно желали окружающие. Ходили, искали его и все время жаждали, когда же ты к нам с этим придешь. Христос даже говорит в одном месте, вы ищите меня не потому, что там вот слышать меня хотите, а потому что вы ели хлеб и насытились. И тут, конечно, нельзя не вспомнить о искушении Христа в пустыне, когда он сам был поставлен перед возможностью использовать свою силу для того, чтобы решить личные проблемы. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «И если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих». Насколько решительно он отверг это предложение словами самого же Писания. Конечно, в этом чуде открывается перед нами вот эта болезнь, эта язва человека после грехопадения, это готовность прежде всего жить потребительски. И все, что вокруг нас происходит, и других людей, и обстоятельства нашей жизни, вот этот мощнейший магнит эгоцентризма обращают к самим себе. Конечно, такого мессию им хотелось бы иметь. Конечно, они были бы рады иметь рядом с собой человека, который мановением своих рук превращал бы камни в хлебы и молочные реки в кисельные берега. Но Спаситель не ради этого приходил. Вот интересно, особенно Евангелие от Иоанна. Иоанн описывает весь драматизм этой ситуации после того, как люди насытились, Христос говорит им о хлебе, который исходит с небес. Вот о том самом хлебе, которым он отверг сатану. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Богомладенец Христос родился в Вифлееме, что в переводе с еврейского – «дом хлеба». О себе он скажет «Я есть хлеб жизни». «Я – хлеб живой, сошедший с небес». И это не будет только лишь поэтическим образом. Небесному хлебу в Евангелии от Иоанна посвящена почти целая глава. Христос беседует с людьми, которых накануне насытил чудесно умноженными хлебами. На это сказали им «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». И Иисус же сказал им «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать вовек». Христос вспоминает о чуде насыщения множества людей, которое уже совершалось в священной истории. Тогда ведомый пророком Моисеем еврейский народ собирал манну небесную во время своего странствия по пустыне. В шестой главе Евангелия от Иоанна Господь объясняет таинство Евхаристии, в том числе упоминая строку из псалма «Хлеб ангельский ел человек, и хлеб с неба дал им есть». Вот эти слова из псалма, они в самом псалме посвящены манне – пища растительного происхождения, которая каким-то образом выпадала с неба во время исхода евреев из Египта. Что это на самом деле было? На сей счет существуют различные догадки, но псалом называет эту пищу ангельским хлебом или хлебом небесным. Но манна питала только тело. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. И если не будете есть плоти, сына человеческого, и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни». Как говорит Евангелие, с этого момента многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Он говорит, я хлеб, сшедший с небес. Я тот самый, чью плоть и чью кровь вы будете вкушать, и не увидите смерти вовеки. И это оказывается для людей... Соблазн. Не просто соблазн, а таким страшным словом, что многие просто разворачиваются и уходят. Такого нам не надо. Хлеб мы готовы кушать. Да, хлеб готов. Но это за пределами того, что нам нужно. Да, небесный хлеб – это совсем другое. Хлеб, шедший с небес, то есть нечто большее, чем земное, то небесное, непостижимое и неузнанное, невозможное ни описать, ни определить. Я все время думал, когда читал эту Евангелие, «Господи, а что бы было со мной, если бы я тогда находился там и услышал эти слова, которые Христос говорит о себе? Идущий мою плоть, пьющий мою кровь, жить будет и не увидит смерти вовек». Ведь никто ведь не понял. Никто не понял. И Петр ведь не понял. И ученики. Никто. Там ведь и замечательный, совершенно потрясающий этот момент, когда все уходят, и Спаситель, вместо того, чтобы, как любой нормальный проповедник, миссионер, быстро решить так, как мне еще их... Вернуть-то скорее. Вернуть внимание снова к себе. Он говорит, «А может быть, вы тоже хотите уйти?» Он увеличивал остроту кризиса для того, чтобы дать возможность из глубины чему-то прорваться. Как у Петра прорывается. Господи, к кому нам идти? Ты глаголы жизни вечной имеешь. Мы, конечно, ничего не поняли, но мы от тебя не уйдем. Он понял про тот самый хлеб, что глаголы вечной жизни, они и есть тот самый хлеб, без которого он не может жить. Куда идти? Нет другой пищи, кроме твоих слов. Нет ничего другого. По слову Спасителя «Вы дайте им есть» ученики принесли хлеб. И он послужил прообразом хлеба Тайной Вечери и Таинства Евхаристии. Пять хлебов в пустыне, пять просфор на Проскомидии, первой приготовительной части Божественной Литургии. Просфора по-гречески означает «приношение», ведь в Древней Церкви хлеб для богослужения приносили сами христиане. Эта многовековая традиция и по сей день сохранилась, например, в греческой православной церкви. В Евхаристии использована та пища, которую ели простые люди средиземноморских стран в древности. Мы сейчас привыкли к совсем иной культуре питания, нежели так, что существовало в древности. В древности основным продуктом был хлеб. Хлеб, который пекли, естественно, способом, на натуральных дрожжах, во-первых, долго не черствел, в отличие от современного хлеба, испекаемого с множеством таких добавок, который может зачерстветь в тот же день после покупки. Тот хлеб мог, во-первых, несколько дней оставаться вполне пригодным для употребления, но даже когда он совсем становился твердым, его все еще можно было использовать, размочив в жидкости. И вот в качестве такой жидкости используется, естественно, вода, но обычно не просто вода, а вода и вино. Вино было способом законсервировать сок винограда и все содержащиеся в нем витамины. Люди, конечно, не догадывались, что речь идет о витаминах. Вино и вода и хлеб позволяли человеку вполне сносно питаться. Поэтому это была просто базовая еда. То есть Христос совершает Евхаристию на основной еде. Приношением первых христиан были хлеб, вино и елей. Но хлеб со временем стали специально для богослужений выпекать при храмах и монастырях. В Росфорнике считалось одно из тяжелых постушаний. Нагрузка физически присутствует. Разделка, печенье. Надо иметь крепкое здоровье, чтобы стоять на печи и разделывать тесто тоже. Очень благодатное, вообще радостное, конечно, постушание, когда действительно человеческими руками из мути и воды получается тело Христово. И ели все и насытились. И сколько бы ни было на литургии причастников, единицы, десятки или сотни небесного хлеба всегда хватает на всех. Как интересно, вот описано вот эти чудеса у симнотических евангелистов. Это чудо, умножение. Христос ведь на самом деле, в общем, ничего так сам-то и не совершает. Он спрашивает у апостолов, а что у вас есть? А у них вообще на самом деле почти ничего нет. Даже на них-то этого мало. Две рыбки, пять хлебов на 12-13. Крепких, здоровых мужчин. Что это такое в пустыне? Это же надо экономить, это же надо вот это самое как-то для себя сохранить. Это очень мало. Этим никто не насытится, тем, что имеют апостолы. И вдруг Христос говорит им, это вы дадите им есть, это вы их будете кормить. Не я. Не из моих рук они будут все их получать. Да, да, да. То есть это тоже одно из ярких таких проявлений безграничной скромности и кротости Христовой, что он опять-таки не выпячивает себя, он не пытается использовать этот момент для того, чтобы повысить свою собственную значимость в глазах этого народа. Конечно, все все поняли. Но вот такие небольшие штришки, их, конечно, надо всегда отмечать, и нельзя мимо них проходить. Потому что в этих мелочах личность Спасителя, она совершенно по-новому как-то играет, она раскрывается. Да, с другой стороны, мы видим, как, собственно говоря, церковь может умножать божественные дары, как то, что имеет апостольская церковь в руках апостолов по благословению Христа, вдруг приобретает удивительное наполнение, полноту бытия. Вот что, о чем говорит это чудо? О том, что из рук апостолов люди получают полноту бытия. В присутствии всего народа Христос берет хлеб, благословляет, преломляет и дает ученикам, а те – возлежащим людям. Эти действия Спасителя в точности повторятся во время Тайной Вечери, последней трапезы Христа с апостолами. И Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие из тела мое». «Сие творите в мое воспоминание», – велел Господь апостолам. Отныне эти действия Христа будут повторять Его ученики. Таинство Евхаристии будет совершаться руками апостолов. И эти же апостольские руки, они сегодня у нас с вами, они тоже в церкви, они никуда не исчезли. Они никуда не исчезли, они так же. Казалось бы, кто мы, говорит апостол Павел, немного из вас умных, немного из вас способных, немного из вас богатых, немного из вас каких-то особенных людей. Сор мира, собственно говоря. И эти апостолы, кто они такие? Вот я все время удивляюсь. Каких же нескладных и, в общем, не очень умелых людей… И очень плохую команду в плане совместимости друг с другом. То есть, какой же он неэффективный менеджер. Абсолютно неэффективный. Наш спаситель. Не очень образованных, не очень смелых, не очень, как бы сказать, даже друг друга любящих этих людей, мягко говоря. Он подбирает к себе, в общем, таких, мало сказать, середнячков. В общем, никаких. Во многом неудачников. Во многом неудавшихся людей. И вдруг они становятся апостолами, и их руками совершаются чудеса. Но это происходит только тогда, когда они оказываются рядом со Христом. Когда они все-таки находят… Мне кажется, самое главное и самое сложное вообще в церковной жизни даже не встраивание себя в требования нашей церковной системы. Это не то, что мы сейчас называем таким словом, как воцерковление, как инкорпорирование в церковную систему. Совершенно другое. Ведь можно… Ну, я бы такой предложил пример, что может ребенок поступить в музыкальную школу, ее закончить, но так и не научиться играть ни на каком музыкальном инструменте. Так вот, вот эта способность сонастроиться Христу, который есть в церкви, который живет в церкви, это всегда достаточно больно. Почему? Потому что приходится переступать через многие внешние границы, через какие-то внешние формальные правильности. Ради чего? Ради того, чтобы найти там этого Христа. Если ты его там не находишь, то эти правильности они не спасают. – Интересно, что Христос совершает это чудо далеко не сразу. Несколько дней этот народ находится в пустыне. Я все время удивлялся, что же это за такие удивительные люди, которые оставили свои дома, оставили свой скот, оставили свои попечения житейские, оставили… вот просто ушли из домов в пустыню, место, которое в сирене символизирует смерть. – Конечно, да. – Вот. Забыв обо всем, потому что Слово Божие вдруг оказалось настолько для них значимо и важно, что они забыли обо всем. И только на третий день Христос говорит, три дня они в пустыне слушают Меня. Не хочу их отпустить голодными, потому что они ослабеют пути. Я поражаюсь вот этой вере, вот этой жажде настоящего хлеба, шедшего с небес. Потому что, ну как у нас сейчас бывает, да? Ой, что-то заболело, чего-то там. Ну, может быть, я сегодня в храм не пойду? Ой, что-то я это самое, не получается. Ой, сколько у меня житейских забот, в следующий раз схожу. Это не сделал, это не доделал, сюда не пришел. Ну, потом, ну, потом. Ну, потом как-то все не наступает и не наступает. И казалось, что у людей столько забот, столько важного, они бы и хотели в храм пойти. Они бы и хотели ко Христу прийти. Они бы и хотели... Но что-то все время мешает. Такая ситуация может длиться ведь не месяцами, а десятилетиями. Мне очень было забавно, когда еще, будучи совсем юным семейным человеком, студентом академии, мы снимали квартиру в Сергиевом Посаде. И в какой-то момент познакомились с соседкой, которая жила напротив нас. Достаточно уже в летах женщина. В какой-то момент вдруг я понял, что она всю жизнь живет здесь, в Сергиевом Посаде. За все это время ни разу не была в трое Сергиевой Лавры. Я говорю, послушайте, ну, а вам не интересно, что ли? Да нет, ну, я вижу, я там вот, там куполан, да, красиво, надо будет как-нибудь сходить туда, сходить, посмотри. То есть прожить там 50-60 лет в Сергиевом Посаде, в пешей доступности до Лавры, ее не посетить, но это, конечно, вот иллюстрация тому, о чем вы говорите. Найдется любая причина. Да даже у нас сейчас, казалось бы, вот мы строим храмы в шаговой доступности, но чаще всего наполняют эти храмы те люди, которые действительно не имеют этого храма и готовы ездить далеко, 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 лишь бы в этот храм попасть, вот подобно тем, которые в пустыню уходили для того, чтобы слышать Христа. Здесь еще в этом чуде для меня очень важно, что апостолы отдали последнее, что у них было. То есть они взяли на себя предельные риски. Более того, они обрекли себя, собственно говоря, на голод в этой пустыне, потому что у них ничего не было. Да. И казалось бы, ну как вот взять и все отдать? Как вот взять и ничего себе не оставить? Как вот сделать все для других и совершенно не подумать о себе? Но мне кажется, что вот в этом и есть тот самый принцип евангельской любви и самоотдачи. который, когда ты вот это делаешь, оно не просто получается, оно умножается. Вот как это в молитве священнической хератонии звучит, что Господь Бог, который всегда немощствующее врачует и оскудевающее восполняет. Вот это вот восполнение оскудевающего, мне кажется, особенным образом как раз и явлено в том, что делают апостолы. Из маленького кормят несколько тысяч людей и еще остается. Наверное, в этом тоже заключается определенная мудрость Божия и его попечение о нас, чтобы мы не боялись выбивать те подпорки, на которые очень комфортно опираться. То есть вот состояние напряжения, состояние некого, условно, даже какого-то стресса, оно ведь создается произвольно для того, чтобы мы смогли выстрелить вверх, к Богу. Потому что когда нам хорошо, нам на самом деле Бог не особо-то и нужен. То есть Он неизбежно куда-то стирается, Он размывается, Он не становится настолько жизненно необходимым. И совершенно другая ситуация становится, когда без Бога просто никуда. Если не Господь Бог здесь придет и разрешит эту ситуацию, эта ситуация будет неразрешима. И очень хорошо Вы отметили, что пока апостолы не лишили себя всего, чудо-умножение хлебов не происходит. Не происходит, да, только в этот момент. Но с другой стороны, ведь действительно тоже люди по-разному воспринимают, как мы вначале об этом уже говорили. Для одних людей это действительно сначала насыщение хлебом жизни, а потом уже сам Господь думает об их житейских заботах. Интересно, что это именно то, о чем Христос говорит в своей проповеди, Нагорной, о том, что в защите прежде Царства Небесного, а все остальное вам приложится. И вот действительно, человек идет в пустыню, идет в никуда, идет, бросая все, забывая обо всем, и ничего не теряет. А наоборот, приобретает такую милость Божию. А с другой стороны, все другие, которые уже идут после этого только за хлебом, только за хлебом хотят, видят в Христе только Царя, только Господина, только того, кому можно повиноваться, и кто будет удовлетворять твои житейские потребности. Да. Когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Интересно, что на самом деле и церковь очень многие люди воспринимают как такое место, которое должно просто через молитву обслуживать и все время улучшать качество твоей земной жизни. Вот как хорошо, да? Ты ездишь на обычной машине, в тот раз тебе машину осветили, тоже ездят на освещенной машине. Как хорошо, у тебя там что-то не клеится в жизни, ты молебен заказал, и все у тебя получилось. И, собственно говоря, все основное содержание человеческих исповедей чаще всего касается бытовых, житейских неудач, проблем, но так редко человек печалится о том, что у него не хватает любви. Так редко печалится человек, что он не умеет прощать. Так редко печалится человек, что он не жаждет Бога, что его жизнь, она вот как-то не связана с небом. Об этом меньше всего. У нас вполне самодостаточно, но есть некоторые шероховатости, которые, батюшка, помогите нам поправить. Совершенно верно. На самом деле, нам больше от Бога ничего и не надо. Мы от него отстанем. Но дело в том, что Господь Бог от таких людей не отстает. И вот эти все сложности, проблемы, беды, горести, которые зачастую на человека сваливаются непонятно откуда, непонятно почему, оказываются на самом деле свидетельством того, что есть над чем работать, есть куда двигаться. Я вспоминаю этот хрестоматийный пример из жизнеописания одного из египетских подвижников, когда к нему приходят послушники и видят его плачущим. Говорят, что случилось? Да вот меня Бог оставил. Как Бог тебя оставил? У тебя дар непрестанной молитвы, ты там чудотворение мертвых воскресаешь. Как тебя Бог оставил? Говорят, да как. Сегодня прошел день, не было ни одной скорби. То есть прямо противоположная установка, нежели чем та, которую мы встречаем в нашей обычной жизни. Человек выискивает любые лазейки, любые способы для того, чтобы избежать боли, избежать напряжения, избежать муки, страдания. Не выйти из зоны комфорта. Да, не выйти из зоны комфорта. Но при этом понимая, что как только мы останавливаемся, мы начинаем распадаться. Как велосипед остановился, он начинает терять равновесие. Ну вот интересно, что даже Господнюю молитву, прошение о хлебе насущном человек воспринимается совершенно в земном, абсолютно в земном контексте. Хотя это ведь слова, естественно, о божественном хлебе, о том самом хлебе, который дает нам жизнь вечную, с которым мы переходим в эту жизнь. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Христос не имел ничего против трапезы уставших, проголодавшихся людей. Напротив, Он сам их накормил. Но накормив, говорил им о небесном хлебе. И не случайно молитва «Отче наш» с прошением о хлебе насущном на литургии возносится перед самым таинством причастия. Ну, собственно говоря, само чудо, на самом деле, умножение хлебов в пустыне, оно ведь всегда толковалось и понималось, как некий символ, как некое предвестие Евхаристии. Да, да. И без Евхаристии я всегда вижу в этой регулярности совершения таинства Евхаристии в наших храмах такой, знаете, некий образ сердца, который каждым ударом прокачивает кровь не просто по церкви, но через каждого члена церкви, почищающегося по всему миру. Это такой, знаете, мотор, он вбрасывает и она питает. Если только он останавливается, все, это смерть всему миру. Я в этом отношении разделил бы полностью такое пророческое переживание, что до тех пор, пока совершается Евхаристия на нашей земле, она живет. Как только она прекратится, все, сердце остановилось, жизни больше нет. Да, совершенно верно. Спасибо вам огромное, отец Павел, за замечательную беседу. Наша программа подошла к концу. Мы с вами увидимся через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова